Владимир Сутеев про Айболита и Чапкин портрет, читая Журавлёва София. Когда Айболит пришёл, мы уже лежали в кроватях с градусниками. Айболит оказался очень весёлый, всё время шутил и смеялся. Мы его совсем не боялись и думали, что он нас отпустит гулять. Айболит посмотрел на градусники и велел нам высунуть языки. Мы их не высунули, потому что мама запрещала показывать языки. Но тут мама сама позволила. Айболит велел нам сказать «А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А. Потом он встал, спрятал молоток, им он нас всё время стукал и сказал, что у нас одинаковая температура и одинаковая ангина, и велел нам лежать. Мы лежали три дня, а когда встали, нас еще не пустили в школу. Без школы нам стало очень скучно. Наш папа художник, и мы решили тоже стать художниками. В зале папин мольберт и краски, и стали рисовать портрет чапки. Умная чапка смирно сидела все время, пока мы ее рисовали. Я рисовал, а Маша раскрашивала красками. Пока мы рисовали, усик залез в краски и стал весь разноцветным. Мы его вымыли, а он снова стал белым, а мы разноцветные. Потом нас мыла мама, а папа сказал, что чапка очень похожа на свой портрет. На другой день мы пошли в школу. Субтитры создавал DimaTorzok